С понижением температуры воздуха ульяновцы чаще пользуются электрообогревателями, а это ведет к нагрузкам на электросеть, что в свою очередь нередко является причиной пожара. Но для определения источника возгорания зачастую требуется дополнительное расследование. Его проводят сотрудники специальной пожарной лаборатории. Чем еще занимаются эксперты в нашем материале? Фрагменты автоматических выключателей, фрагменты электросчетчика, как вы видите на столе. Это все в результате воздействия высокой температуры. А вот что стало причиной появления этой самой высокой температуры – замыкание проводки или же другой источник пламени – выясняют как раз сотрудники пожарной лаборатории. Здесь трудится всего 12 человек, но нагрузка на них выпадает весьма приличная. Дать ответ о причинах пожара нужно достаточно быстро, а объемы работ порой немаленькие. Например, если сгорел целый дом. Естественно, сначала определяется, где все-таки была хотя бы зона или очаг пожара, если возможно определить. То есть не весь дом перелопачивается, а именно где все-таки первичное было возникновение пожара. И вся эта площадь в буквальном смысле перекапывается, просеивается. Подчиненным Владимира Осягина приходилось устанавливать и умысел со стороны человека. Дальше дело о возможном поджоге передавали уже правоохранителям. Как, например, в случае, когда загорелась двойная дверь в доме в железнодорожном районе. Переначальная версия сотрудников МВД была то, что взмыкание звонка электрической проводки в прихожей. Когда приехали жены, на место полностью разбирали, всю обшивку снимали. И получилось, что путем шприца и через замочную скважину был сделан впрыск, загорелась внутренняя дверь. Людей, находившихся в квартире, огнеборцам удалось эвакуировать через окно. Ну а затем началось расследование, к которому подключились эксперты. При этом специалисты работают и на опережение. Проводят экспертизу различных помещений, где предполагается большое скопление людей на соответствие правил пожарной безопасности. Например, ткань до возгорания должна выдержать пламя не менее 15 секунд, а дерево не менее 40. Отбираются деревянные и текстильные материалы с декораций, с занавесов, обязательно с напольных покрытий, если они текстильные. По большей части, да, соответствует тому, что у нас качественно стараются обрабатывать. Если же образцы материалов не выдерживают испытаний, эксперты требуют заменить их или дополнительно обработать, чтобы снизить риск. Испытывают здесь и то, что необходимо и самим огнеборцам. Например, пожарную пену. Да, ее тоже подвергают экспертизе. Главный критерий – устойчивость субстанции в течение определенного времени. Несмотря на то, что брак никогда не фиксируется, такие испытания проводить обязательно. Игорь Кранцев, Юрий Давыдов, Вест-Ульяновск.